Чаще всего понятие «золотая молодежь» применяется совсем не по назначению. Крутые машины и папины миллионы. Но о тех, кто золото приносит, мы золотыми не считаем. Хотя, по сути, кроме черного золота, уходящего за бугор, у нас остаются только они. И только за счет их побед мы считаем себя на уровне ведущих стран мира. Самые лучшие борцы и бойцы ринга в мире – выходцы из стран бывшего СССР. И Казахстан здесь на первых местах. Не так давно мир боевых искусств покорил так называемый «микс-файт» – смешанные бои. И в нашем городе уже выросло целое поколение спортсменов, прославляющих Казахстан в этом виде спорта. Айбек Шакпутов – первый из тренеров, решивший перейти на новый вид спорта. Бойцов смешанных боевых стилей он начал тренировать еще в советское время. Начал в начале 80-х. Это был рукопашный бой, карате. Где рукопашный бой, где ударная техника сочетается с борцовской техникой. Соответственно, за истечением до 2006 года мы практически тренировались, карате занимались. После этого в Казахстане началось движение рукопашный бой. Открылись федерации. Мы перешли в федерацию рукопашного боя. Соответственно, открыли федерацию. Больше 25 лет Айбек Шакпутов готовит настоящих бойцов для этого спорта. Его ученики не раз становились не только чемпионами Казахстана, но и мира. Сергей Морозов и другие заслужили звание золотых спортсменов Казахстана. Сейчас у Айбека Шакпутова тренируется новая звезда смешанных единоборств – Жалгаз Жумагулов. Молодой парень уже стал чемпионом республики по рукопашному бою, джиу-джитсу и новому национальному виду единоборств – Жекпежек. Как говорит Жалгаз, финальный бой для него не представлял особой сложности. Помог, потому что взял опыт ему, то, что настроился на бой хорошо. Закончил его досрочно. Жалгаз уверен, что новый вид боевых искусств с казахским названием станет отправной точкой для нашего спорта. По сути, он немного отличается от уже традиционных видов ММА. Есть то, что там уже как идут бои по профи уже. То, что в шингерах, без щитков, без шлема. Современная тенденция смешивания боевых стилей – это не дань моде. И здесь эффектность занимает не первое место. Главное – эффективность. Активенские спортсмены понимают это и стараются привнести в свои боевые навыки новые умения и приемы. А главное – привлечь молодежь как преемников их достижений. Молодежь в основном сидит дома, занимается компьютером или ходит куда-нибудь. Мы пытаемся их завлечь, привезти в залы, показать красоту единоборств, боевых искусств. И другой аспект – это подготовка к службе в вооруженных силах республики Казахстан. Здесь вот такой патриотический момент тоже есть. Рукопашный бой – это непосредственно тот вид единоборств, который нужен в армии. Сегодня государство заинтересовано в оздоровлении общества и в первую очередь молодежи. Но застойность спортивной системы не позволяет новым видам спорта резко подняться на уровень традиционных. Будем надеяться, что смешанные виды единоборств приобретут не только почитатели перед телевизором, но и последователей на ринге. Редактор субтитров А.Семкин